Привет, девчонки! Сегодня я бы хотела с вами поговорить про уход за волосами. Меня сегодня не будет в кадре и хотела бы начать с масел. Использую я масло, вот такое масло пшеничных зародышей для волос. Также я использую масло миндальное. Потом я использую масло виноградных косточек. Использую масло макадамии и использую масло жжаба. Вы можете их смешивать, также пользоваться каждым по отдельности. Но, допустим, масло зародышей пшеницы, оно очень тяжелое для волос вообще и для кожи. Его лучше смешивать как с аромомаслами, так и с базовыми. И также с базовыми, с любым из них. Это может быть миндальным, масло жжаба, масло макадамии, масло виноградных косточек, масло авокадо, оливковое масло, персиковое, абрикосовое. Могу сказать, что я давно уже знакома с маслами и давно уже использую аромомасла. Как для паровых ванночек, так и для волос, для кожи лица. Могу сказать, что потрясающий эффект дает масло виноградных косточек, у кого комбинированные жирные волосы. Масло жжаба для всех типов волос. Также вы можете добавлять, смешивать масло виноградных косточек. Оно не будет утяжелять ваши волосы, наоборот, будет укреплять, питать, придавать блеск вашим волосам. Масло миндальное, это вообще спасение для ваших волос. Если вы будете делать для своих волос всевозможные процедуры с помощью миндального масла, ваши волосы действительно живут и будут потрясающий блеск у ваших волос. Действительно вам очень понравится. Масло зародыша пшеница укрепляет ваши волосы, тоже придает им рост. Вы можете тоже смешивать с аромомаслами и другими базовыми маслами. Могу сказать, что добавлять масла вы можете поискать огромное количество рецептов в интернете. Также, так как я косметолог, я делаю свои рецепты. Могу сказать, что я ищу также тоже рецепты какие-то в интернете, какие-то сама использую. Допустим, могу порекомендовать масло какао, масло ши. У меня оно уже закончилось. Очень потрясающие масла, масло кокоса, масло манго. Потрясающая вещь. Я думаю, что масло ши одно из самых лучших, у кого сухие ослабленные волосы. В принципе, масло ши подойдет и для жирных волос. У меня жирные, допустим, волосы. Просто действительно спасение для волос. Масло какао вы можете использовать и для кожи лица, и для тела. Также делать всевозможные муссы, кремы с них. Потрясающая вещь. И насчет волос. Я пользуюсь основным маслом апельсина, мандарина, бергамота, лимона. Ванили. Почули я использую для лица. Эвкалипт я использую для паровых ванночек и для кремов. Сантал тоже для лица. Кремы всевозможные делу, паровые ванночки. Чайное дерево я сейчас вообще не использую. Могу сказать, что мне очень понравилось масло жажаба, масло виноградной косточки. Я действительно увидела результаты. Но все эти процедуры нужно делать постепенно. То есть сильно не увлекаться. То есть вы можете взять сначала 2-3 масла и добавлять аромамасла в зависимости от типа ваших волос. Если у вас сухие волосы, вы можете добавлять масло апельсина, масло мандарина, масло грейпфрута. Если у вас жирные волосы, грейпфрут, пергамот и лимон. Также вы можете добавить грейпфрут. Я добавляю сейчас в свои масочки, допустим, я добавляю тоже цитрусовые масла. Я их очень люблю и пользу действительно они приносят. То есть я беру по несколько капелек каждого масла, по 1-2 капельки, наношу на час, на два и потом смешиваю с каким-либо базовым маслом. Допустим, я беру масло зародыша пшеницы, масло жажаба, масло виноградной косточки. Можно немножко добавить масло макадамии. Масло макадамии действительно спасение у кого очень сухие, ослабленные, ломкие волосы. Все эти масла не повредят вашим волосам, но нужно знать меру. Вы можете использовать также масло зародыша, если у вас есть глубокие морщины. Оно потрясающее. Это, конечно, женщина после 35-40 лет. Но вот, допустим, мне 27 лет. Я использую масло зародыша пшеницы как в кремах, как и смешиваю с базовыми маслами. Добавляю, допустим, аромамасла и использую 1-2 раза в неделю с помощью, делаю какие-либо массажи или маски для лица. Также добавляю в кремы. Это потрясающая вещь, мне очень нравится. Лучше предупредить морщинки, чем потом от них избавляться. Могу сказать, что масло для волос – это потрясающие масла. Конечно же, у меня никаких нареканий на эти масла, как арома, так и базовые, нет. Пользуюсь этой продукцией очень давно, очень нравится. И особенно просто их непотрясающие ароматы. Лимонное масло и бергамот. Мне нравится, когда я их смешиваю, просто потрясающие лимончиком, пахнет бергамотом. Действительно, также вы можете делать ароматерапию, добавлять в ванну, смешивать с солью, делать маски для лица. Потрясающие продукты. Я думаю, что попробуйте, не разочаруйтесь. Всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok